друзья лучшая работа в мире это твое хобби когда ты делаешь то что тебе нравится еще эти денежки приносит а самое знаешь прекрасное хобби когда и компьютер ремонтируешь потому что тебе нравится и снимаешь потому что это у тебя изнутри идет еще тебе всякие крутые ништяки присылают так вот периодически к тебе обращаются ребята говорят покажите то что мы собрали мы такие инженеры сделали крутую вещицу расскажите людям я вам сегодня расскажу про вещицу которую нам по сути сказали мы вам пришлем ее оставим просто знаете донесите миру ее сути посмотрите какая красивая сладкая коробочка бы нам пришла но просто произведение маленького какого-то компьютерного искусства вы должны сразу понимать это мини-десктоп я честно слову в руках еще ни одного реально не держал у меня ни разу такого не было тут какая-то современная основа платформа идет и мы ее давайте прям сейчас знаете это супер прям такой натуральный анбоксинг потому что я еще ни разу вот не глядел не держал не распаковал внутри называется эта вся штука minis forum достаточно забавное название на коробочке нету я так понимаю модели вообще что это такое но выглядит забавно соты как пчелки знаешь что такое медовая нежная приятная и тут должен быть комп я даже параметры на самом деле не знаю ух ты здесь у нас идет вот такая вот брошюрка new gen mini desktop компьютер все какие-то и вот он сам и вот он сам друзья давайте не терять ни секундочки потому что время это наша жизнь и мы ее будем тратить только на самый сок слушай ну прям тут все да первый 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 опыт англосинга раздираем компьютер который помещается в ладошку у ты посмотри на него ну давайте давайте пробежимся слушай первое впечатление первое впечатление допустим два эзернета то есть два подключения ла ну надо же внизу зарядочки как у asus ноутбуков hdmi 1 дисплей порт 2 usb 3 0 type и еще один type и еще один type и судя все с чарджером и тайп си присутствует у нас есть диктов микрофон под наушники кнопочка перезагрузки или сброса восстановления системы и кнопочка включения все я больше тут ничего не вижу только что надпись логотип чека it open open the top cover без а нифига себе можно открыть нажав сюда ничего себе ухты ну разве не милота но разве не нас уж мы еще не подключили за тоже разобрали ну когда такая наклеечка сверху пишется как бы само собой напрасно что мы тут видим друзья подожди что это такое это для подключения полноценного два двух с половиной дюймового жесткого круто слушай у нас тут сразу есть доп опция мы можем сразу у нас здесь m2 ssd х причем с радиаторным охлаждением две планки опять даже ваня не держался даже ваня не держался и прибежал у нас есть две планки ddr4 памяти поскольку наверно по 8 слушай раз тут восьмерочки написано очень все аккуратно больше доступных ни к чему не имеем ну то есть у нас супер быстрый доступ к двух с половиной дюймовому жесткому диску два с половиной м2 накопителю и две планки ddr4 то есть в принципе что до 64 гигов при желании можно сюда запихнуть ладно давай теперь сделаем то что мы должны это подключим посмотрим на я честно понятия не имею я вот открыл единство что сайт ребят какая у нас здесь версия я не знаю вон комплект еще что то есть ну-ка быстренько вот и сама зарядка в комплекте у нас идет hdmi ништячок дисплейпорт судя по всему для полных так сказать ухты крепление то есть это можно и на стену на моник вешать сразу же это все в комплекте идет огонь ну слушай продумано продуманный комплект давай а делайте ставки дамы и господа что там внутри давайте вот в никто из нас не знает по сути я так скажу это райзен это райзен да но ну по крайне мере должен быть 64 века да говорит это ну какой 5 3 7 что там стоит кто никто мне скажет 7 ну давайте посмотрим давайте посмотрим как адаптер у нас вот такой я бы назвал его ноунейм подрубается и в принципе все мы получается запитали наш аппарат я нагло просто выдерну из своего компа подключу сюда вообще все нагло повыдергиваю потому что мы прям торопимся мы спешим насладиться этой штукой но я потушил не то что нужно было потушить вот стилсириус все слушай знаешь помните мы с вами собирали маленький десктоп на мне рост вот вот что значит маленький десктоп вот сюда двухсторонний скотч пролепил вот тебе весь компьютер ладно стартуем давайте впервые в жизни приехал к нам вот такой маленький красивенький аппарат вообще это эстетика компактность ухты ладошку начал охлаждать подул снизу подул малыш бесшумно обалдеть ну ладно ну ка изображение то есть я бы картинку красиво пропустил да да just the moment just the moment друзья нам говорят минуточку подождите пожалуйста ник никуда не инструкцию дачу а ну логично к молнику до прикручивается ну то есть можно из монитора сделать полноценный моноблок вопрос по параметрам вопрос по параметрам мы прекрасно понимаем друзья что полноценную десктопную графику в такой компактный корпус но вообще никак не вставишь то есть здесь априори это будет у нас а пью то есть сразу со встроенной хорошей график графикой процессор и тут нам нужно получать у нас вообще свежий запуск нам нужно быстренько пройти настройки и взглянуть значит что мы сегодня сделаем быстро мы просто по сути пробежали что это такое сейчас узнаем какие у технические характеристики вот и нужно будет затестировать но суть в том то что это видео запишется буквально за час до того как я улечу в суздаль и поэтому остается вот этот вот наведись пожалуйста женя лучший сборщик россии я настаиваем и знаешь как бмв инвестировала в м стиль да мы инвестируем никитоса как лучшего сборщика россии он будет будет возможность завтра возможно затестируют но для вас один ролик для нас это вечная суета о ты посмотри ребята мне нравится мне нравятся эти тонкие моменты когда работа над деталями когда заморачивается когда перепрошивают там прошивочки bios windows а то есть я получается действительно такой фирменный десктоп в чем плюсов этих маленьких малышек если плюсы и минусы плюсы думаю очевиден это маленькая бесшумная штука которая имеет достаточную мощность и экономить пространство в целом твоем рабочем столе этого ну бы ты кайф это действительно классно все необходимое есть 4 ю избишки плюс еще тайп седна то есть 5 у нас получается все что необходимо это да это кайфушки встроенный микрофон представь не хватает только выдвижной встроенной камеры чтобы накрутила где желтенькая это обычно опять же они бывают то что некоторые хотят тут не показана картинка то что он может заряжать будучи выключенном состоянии так как знаете к нам друзья не нужен я все-таки настаиваю на то чтобы нам показали что у нас всегда называйте свой компьютер по-доброму потому что как ты его и назовешь как в великом мультик говорилось так он и поплывал поэтому мы всегда называем наши компьютеры счастливыми либо хэппи и за редким исключением люди просят переименовать но и такое тоже бывает потому что ну не всем нравится позитивные моментки моменты но это не в нашем друзья случае теперь минусы я тоже сразу должен сказать друзья минусы в том то что если с этим аппаратом хоть что-то происходит вот на ремонтном периодически такие вещи редко но метко приносили тот ремонтировать его практически невозможно просто по причине того что а вот компонент греется да еще бы то есть компонентная база материнская плата она уникальна если там что-то кардинальное выйдет из строя конечно очень маловероятно что вам быстро его где-то живет потому что придется либо заказывать такую материнскую плату как где-то новую либо ну и серии спасибо что был с нами потому что зачастую вот такие вот аппараты ну не славятся назовем так ремонтопригодностью опять же я еще ни к чему не приговариваю этот аппарат лишь констатирую факт то что маленькие компьютеры где материнской плате все очень компактно в ремонте гораздо более сложно ну что включаемся в систему и узнаем что же тут за параметры классно делать анбоксинг новеньких компьютеров где не знаешь про начинку райзен 5 3450 юшечка мобильный процессор который распаяна наше материнское платье его никак здесь не проапгрейдишь но и неудивительно потому что полноценный процесс такой корпус бы запах запихнуть было практически нереально 16 гигов действительно дидер 4 памяти давай посмотрим на каких частотах она работает эта красотка работает на 2 400 интересно посмотреть зайти в bios посмотреть можно ли с ней что-то сделать но вот уже глаза загорелись у кого-то вот это будет не моя ответственность главное что здесь у нас писи экспресс ssd-шка присутствует от кингстон и восьмая вега встроечка что мы имеем 8 потоков 8 потоков я так скажу если мы говорим про вообще аппараты размером с ладошку все хочешь по идее должен игрукам 8 потоков далеко вообще не всем даже нужны для рендера хватает вполне я видосики монтировал и на 4 поточных процессорах 16 гигов оператива из глаза скоростной ssd супер вега 8 считается альтернативное такое решение знаешь в бюджетном варианте даже во что-то поиграться но это уже абсолютно другая история давайте теперь быстренько зайдем на официальный сайт ребят и примерно посмотрим сориентируем что мы с вами имеем и примерная конфигурация так понимала очень сильно варьируется в зависимости от процесса от оперативной памяти в данном случае что-то в районе 40 тысяч рублей я так понимаю стоит вот конкретно данная штуковина интересный то есть я бы не могу сказать что это какое-то дорогое устройство за 40 ты получаешь полноценный современный аппарат на разине 16 оператива 500 ssd слушай и безумно компактная вещица но все это мелочи гораздо интереснее немножко поднапрячет да тесты поднапрячем эту штуку посмотрим на температуру и вообще возможно в этого что-то играть едет очень жаль что я это посмотрю посмотри только на видео передаете хлопок насладись завтра и парве эту маленькую машинку пусть она принесет побольше тебе кайфа новый день даня уже в суздале уже готовится к марафончик уже приехали разложили свою вяночку все там жарят готовят готовится к своему марафончику на 100 километров а мы остаемся здесь мастерской следующий день сашка я женек все вся команда как говорится малая в сборе и у нас продолжаются тесты вот этого маленького красавчика минис форум что мы сразу в кайс очку давайте мы возьмем кайс очку какой-нибудь triple и проект такой не сильно нагружающий ведьмачка я скачал что при этом на максимальных настройках в кайске в принципе фпс такой менее играбельный 40 кадров поэтому мы оставили full hd выкрутили все в минимум сглаживание в минимум все у нас по минимуму и что мы здесь имеем вот бежит так как я очень хорошо стреляю я по нему постреляем мы имеем где-то 80 от 80 до 100 кадров вы на вот этой песюшки маленькой она наверное по размерам меньше чем пачка печенье получаете в кайске играбельный там 100 кадров что спокойно можно там после работки сесть с друзьями по погонять в том же мм чеки по по головам пострелять людям я думаю это просто отличные результаты с учетом то что у нас здесь вега вега восьмая на про у нас нет какой-то интегрированной карты это прям идеальные результаты да он будет гореть шиват потому что у нас здесь один вентилятор там маленький 40 40 стоит который служит и отводом тепла в сессии всей системы прям но в принципе процессор у нас при этом держит частоту может навестись 2 и 5 то есть у нас хорошие частоты даже для такого компьютера да это можно назвать компьютером и сразу давайте перейдем с вами ведьмака ведьмаке то будем тестить наверное не в full hd потому что full hd это слишком жирно для такого аппарата ведьмаке наверное думаю поставим какой-нибудь 720p и бы даже может и gd плюс это 366 на 768 и думаю будет у нас просто кадров там 20-30 сейчас все это затестим и мы с автобернер мы уже скачали все туда вывел сейчас зайдем быстренько на другой аккаунт потому что женька на этом аккаунте нету ведьмака перейдем на мой и сразу включимся уже когда будем ведьмаке сразу же заходим ведьмачка выставил и gd плюс то есть 1366 на 768 разрешения full hd думаю будет этому компьютеру очень сложно показать нам нормальный кадр ведьмачки о том же но мы здесь имеем средние настроечки да смотрите средние настроечки у нас стоят после обработка на среднем общие на среднем и gd плюс и при этом мы имеем те же играбельные 25-30 кадров что я могу сказать для игры 2000 которая завоевала многие сердца 2015 год у нее выход с графикой просто отличные здесь очень все детализировано мы находимся в центре новиграда 25-30 кадров иметь это я думаю прям шикарно для такой системы с учетом души и говорил у нас здесь нет вообще интегрированная карта у нас все на веге завязываю вот такие тесты думаю андра еще по температуркам пройдет смотрите процессору на 71 градус естественно и видеокарту на 71 градус загружена кстати на 65 тысяч пятьсот три шесть процентов превозмогает все пределы лимитер свои сломала за пределы плюс ультра да вы выше вышла за пределы в принципе вот такой у нас получаются небольшие тестики в здесь еще конечно хотелось бы затестить сайн-бенч но думаю не имеет смысла потому что этот процессор сравнивается с каким-нибудь райзеном там 1600 1400 вот по сайн-бенчу принципе смотрите мы получаем форм-фактор и меньше чем сф-ф в несколько раз у нас два эзернета у нас 4 юсб-шника у нас маленькая зарядка от ноутбука подходит у нас здесь hdmi дисплей порт при этом при всем можно апгрейдить добавлять сюда да как мы говорили у нас же здесь получается смотри стоит ssd-шка 512 гигабайт кстати радиатор такой довольно тепленький ssd-шка на 512 гигабайт у нас здесь можно подсоединить еще жесткий диск спокойно шлейфик даже ложит специально то есть мы можем сюда вроде как да вот у нас здесь крепление есть на этой крышечке мы можем сюда зацепить какой-нибудь 2 и 5 накопитель тоже какой-нибудь ssd-шку 2 и 5 на терабайт чтобы прямо для красоты 16 гигов оперативки и вообще отлично насчет разгона я залез в bios и там не очень скудненькие такие посмотрел параметры ну так у нас да тут все ноутбуч на принципе ноутбуки на райзенах не очень любят гнаться но там есть xmp то есть взять память 3200 с xmp и поставить ее туда и будет просто отлично то есть у вас и память будет 3200 8 поточный проц работающий на частоте до 3 гигагерц спокойно vega 8 которая зависит как раз от памяти думаю еще fps будет выше если память будет выше по частоте и просто у нас получается отличная рабочая машинка которую можно зацепить просто за монитор все задачи там какие-нибудь даже по рендеру не очень сложных видосиков там офис просмотр ютуба даже поиграться вот вы сами видели можно быть без проблем то есть у нас такая вот машинка получается которая стоит я в я сказал да она стоит 40 тысяч рублей если прямо по сайту смотреть но она стоит своих 40 тысяч рублей я бы наверное даже если бы мне не подарил xpg свой корпус наверное такую же систему себе хотел так что вот такие у нас тесты получились прям отличные считаю то что компьютеры прям не могу пересли переставать это говорить так что вот так что он от вас требуется от вас требуется написать комментарий поставить лайк под этим видео подписаться перейти в наши все соцсети там тоже оставить свои комментарии написать мне вопросики по этому системнику может кого-то какие-то интересуют ну и все на этом будем заканчивать так что берегите себя своих близких как говорил ремонтяж и всегда оставайтесь добрыми людьми всем пока